Привет! Сегодня покажу первый этап моего выхода на Wildberries, а именно изготовление и упаковка товара. Приятного просмотра! Слушайте, сразу оговорюсь, рисковать я не хочу, поэтому вложусь на первый раз совсем чуть-чуть. А именно, это кленовая трехметровая необрезная доска, стоимостью она мне вышла в 3000 рублей. Клей Tidebond 3, который имеет допуск для контакта с едой. Вот такая упаковка мне вышла где-то в 650 рублей. Масло для кухонных аксессуаров и игрушек из дерева от фирмы Maslow. У меня осталась большая банка, но у них есть тара поменьше, например, объемом 350 миллилитров, стоимостью 850 рублей. Но еще где-то рублей на 600 я купил гофрокартон, воздушно-пузырьковую пленку, скотч, ну и, возможно, еще какие-то мелочи. В общем-то, если грубо все подбить, то мой бюджет вышел где-то в 5000 рублей. Сумма, скажем так, ничтожная для Wildberries, но ее и не страшно будет потерять. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Вложив всего 5000 рублей, будет куда приятнее получить целых... Стоп! Об этом давайте чуть попозже. А пока под тяжелую музычку давайте посмотрим, чем я занимался всю эту неделю. Итак, щиты готовы. Что у нас получается? Я сделал 4 больших, считая шириной где-то в 30 сантиметров. В них должно поместиться где-то 8 больших подносов. Также сделал несколько нестандартных щитов, как-то нерационально подошел, но в них должно поместиться по 5 небольших подносов. Один на 4 баночки, другой на 2. Посмотрим, что выйдет после ЧПУ. Работаем. Один момент. После выборки внутренности этого подноса, его скорее всего по-любому немного развернуло. Да, это видно. Так что в таком случае я ставлю на фуганке минимальный проход и прогоняю пару раз дно нашего подноса. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Маленькие подносы 5 штук и еще два уже начал упаковывать. Средние подносы 5 штук, да, один упакован. И больших подносов получилось 7 штук. Один тоже упакован. Так, ну в общем-то осталось упаковать все подносы. Сейчас я покажу как я это делал. А чуть позже давайте попробую озвучить виртуальные деньги, которые я хочу за них получить. А пока переходим к нарезанию картона. Субтитры сделал DimaTorzok На ЧПУ я вырезал форму, по которым буду вырезать гофрокартон. Ну, например, давайте попробуем со среднего подноса. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и тот же самый принцип с маленькой. Ну и большой, соответственно. Так, попробую подытожить. Подносы готовы, упаковка тоже. Фотографии подносов я уже сделал. Осталось, соответственно, уже завтра сделать карточки товара. Теперь, что касается цены, которую я буду ставить на каждый из подносов. Начнем с малого. 650 рублей за маленький поднос. 1290 за средний поднос. И 2990 рублей за большой поднос. Много это или мало можете писать в комментариях. И сейчас, наверное, скажу воображаемую прибыль, которую я могу получить со всех этих подносов. Не буду говорить точную цифру, но маржа со всех этих подносов получится приблизительно 25 тысяч рублей. Ну и опять же, я не работал с утра до вечера, потому что процессы были налажены. Уже сейчас, я думаю, что может даже и быстрее вся эта работа может происходить, потому что сейчас я уже знаю, что к чему и как с чего начинать. Ну так вот. Завтра выкладываю карточки. На следующей неделе, воскресенье, будет, наверное, итоговый ролик по результатам продаж. Или у меня продаж. Тут уже непонятно. Так, ну и, конечно, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я буду постить каждый день результаты моих продаж на Wildberries. Ежели кому интересно. Ну а на этом, в принципе, все. Если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем ролике. Пока!